Сегодня мы продолжим разбор первой главы книги Деяния. Но перед тем, как приступить непосредственно к тому тексту, то есть к той части первой главы, где говорится о том, что произошло сразу же после вознесения Иисуса Христа на небо, я хотел бы обратить ваше внимание на одно чудо, которое Христос совершил за несколько месяцев до Своей смерти и воскресения. Это чудо послужит нам хорошей иллюстрацией и думая, что таким образом разбираемый нами текст будет понятнее. Наш текст с 12 стиха первой главы книги Деяния до конца главы. Вы помните, как накануне Своего восхищения на небо Христос велел ученикам Своим не отлучаться от Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, то есть Духа Святого. Они так и поступили. Сразу же после того, как Христос их оставил и вознесся на небо, ученики возвратились в Иерусалим. Их было около 120 человек. И сказано, что все они единодушно пребывали в молитве и молении. Но в эти дни молитвы и ожидания Петр встает и заявляет, что необходимо избрать нового апостола на место Иуды, который предал Иисуса. Они выдвинули двух кандидатов, помолились над ними, прося Бога указать, кого из них Он избрал. После молитвы ученики бросили жреби о выставленных кандидатах, и Матфею выпало заменить удавившегося Иуду предателя. Так Матфей был сопричислен к одиннадцати апостолам. На этом заканчивается первая глава книги Деяния. Над этим интересным и поучительным событием я и хотел бы поразмыслить с вами сегодня. Думаю, что оно может о многом сказать нам и многому может научить. Тут, однако, я хотел бы добавить, что это последний эпизод из жизни учеников до излияния Духа Святого. О самом излиянии мы читаем сразу же в начале следующей главы. Мы возвратимся к нашему тексту, но, как я сказал в начале, я хочу сперва обратить ваше внимание на один удивительный случай, на чудо, совершенное Иисусом Христом еще во время Его служения здесь на земле. Думаю, что это чудо поможет нам лучше понять разбираемый нами текст. Это чудо удивительно и тем отличается от всех других, совершенных Иисусом чудес, что у Него две стадии. Не думайте, что Христос случайно и без причины совершил это чудо в два приема. В жизни и служении Иисуса Христа не было ничего случайного. Этим чудом в двух стадиях Господь хотел преподать важный урок. Кстати, мы должны иметь в виду, что Иисус никогда, во-первых, не творил чудес просто ради чудес. Он всегда преследовал определенную цель, как, например, облегчить человеческую нужду. Всегда, чтобы прославлен был Бог, чтобы возбудить веру в Бога и в себя и преподать какой-нибудь важный урок. Наш пример мы найдем в Евангелии от Марка, восьмой главе, начиная с 22 стиха. Иисус приходит в Ифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. И теперь прошу отметить, что здесь происходит. Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть ясно. Нет, друзья, не напрасно чудо исцеления этого человека было совершено в два приема. Это было сделано, как мы уже указали, с определенной целью. И для нас это может послужить хорошим наставлением и поучением. После того, как Иисус плюнул ему на глаза и возложил на него руки, он спросил слепого, видит ли он что? Да, говорит слепой, я вижу. Но это не все, что он сказал. Вижу проходящих людей, как деревья. Странное положение этого человека, не так ли? Как о нем судить? Нельзя сказать, что он слеп, и в то же время нельзя сказать, что он видит, если он видит людей, как деревья. Вряд ли это хорошее зрение. Как вы думаете, он слепой или зрячий? Трудно определить, не так ли? При таком состоянии положение его незавидное. Как мы видим, у него не только отсутствует резкость, но он даже не может отличить человека от дерева. Для него человек не что иное, как движущееся дерево. Я считаю это плохим зрением. Вам, наверное, приходилось встречаться с такими людьми. Не поймешь, чадо – это Божие или нет. Да, порой кажется, что иначе и быть не может. Да, это должно быть чадо – Божие. Но встретишь этого же человека в другой раз, и он что-то скажет, и опять сомнение. Ведь возрожденный человек так не выражается – это не разговор христианина. Раз так – другой раз совсем иначе. Так что из разговора с ним можно сделать вывод, что не все в порядке, чего-то недостает. Вижу проходящих людей, как деревья. Такие люди и видят, и не видят. Они не то слепые, не то зрячие. Этот слепой человек нуждался еще в одном прикосновении Спасителя. И вот после второго прикосновения все стало ясно. Он видит все в правильной перспективе. И кого увидел в первую очередь этот прозревший человек? Он увидел Иисуса, своего Исцелителя. Ясно и четко перед ним стояло не дерево, а человек. Человек, исцеливший его. Богочеловек Иисус Христос. Но вы спросите, почему я привел именно этот пример? Какое отношение имеет он к разбираемой нами первой главой книги Деяния? Дело в том, что ученики очень похожи были на этого слепого. До конца первой главы книги Деяния они, как тот слепец после первого прикосновения Иисуса, они видят и не видят. Они не разбираются в значении Царствия Божия и путайте его с Царством земным, израильским. Для них обетование Отца, Дух Святой, это что-то загадочное и непонятное. Иисус ведь им говорил, что лучше, чтобы Он ушел, а если не уйдет, то не придет Утешитель. Но что может быть лучше, чем всегда иметь Иисуса рядом? Для чего Он нас покидает? Зачем и кого нам ожидать? И почему именно в Иерусалиме, там, где распили Его, нашего Господа? Не кажется ли вам, что у них возникали такие вопросы? Безусловно. Порой как будто все было ясно, когда Христос был рядом. Но как только Он удалялся, и они не могли Его видеть и слышать, снова начинается путаница. Да, проходящие люди кажутся деревьями. Таково было состояние учеников до конца первой главы книги Деяния. Теперь давайте глубже вникнем в наш текст. Что Иисус повелел им делать перед тем, как Он вознесен был на небо? Слушайте, что Он им сказал. Я прочту два места. Одно записано в конце Евангелия от Луки, а другое в начале книги Деяния. Обе книги написаны одним и тем же автором, Лукой. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Луки. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. В книге Деяния сказано так. И собрав их, Он повелел им. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Ясно и отчетливо Христос велел им ждать и пока ничего другого не делать. Без этой силы, которой они должны обличься, они не были готовы исполнить поручение Христа. Они просто не были способны к тому, чего от них требовал Христос. Они были, как этот слепец после первого прикосновения Иисуса, не совсем слепой и не совсем зрячий. Они должны были стать свидетелями Христа. А каким человек может быть свидетелем, если он сам ясно не видит? Он, как свидетель, должен описать то, что он видел. А если его зрение такое, что он видит людей, как движущиеся деревья, то вряд ли можно положиться на такого свидетеля. Он обязательно все перепутает. Так и ученики до принятия Духа Святого. Христос ясно им сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в самом трудном месте, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Но это произойдет после того, как сойдет на них Дух Святой. Но помимо того, что они не способны были свидетельствовать, по той же причине, они не способны были и понимать то, что Божие. А причина была в том, что Дух Святой еще не был дан им. А Божьего, как сказано во Втором Послании к Коринфянам, никто не знает, кроме Духа Божьего. Вот почему Христос велит им ждать до тех пор, пока они не примут обетование Отца, пока они не будут крещены Духом Святым. А они Его еще не приняли. Поэтому им только одно нужно было ожидать, когда им будет дан этот благословенный дар Отца. Апостол Павел говорит, приобщая себя к тем, которые уже после сушествия Духа Святого приняли Его, но приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. В нашем разборе книги Деяния мы увидим, какая потрясающая перемена произошла в этих людях после того, как они были крещены и исполнены Духом Святым в день Пятидесятницы. В них все радикально изменяется. Их вера, их молитва, их проповедь и свидетельство. И произвел эти радикальные перемены Дух Божий, Дух Святой, который теперь не только почивал на них, но который устроил свое жилище в них. И вот во свете этой истины посмотрим, что произошло в течение тех знаменательных десяти дней между Вознесением Иисуса Христа и Днем Пятидесятницы, когда сошел на эту землю Дух Святой. Они избирают нового апостола. Как нам известно, избран был Матфей. Правильно они поступили или нет? Толкует по-разному. И догматически настаивать, что они были правы или не правы, мы, конечно, не можем. Например, один аргумент звучит так. Неужели Дух Святой допустил бы, чтобы в сравнении с коротким отчетом о начале истории церкви столько места было бы удалено этому событию? Иначе говоря, если они неправильно поступили, то почему этому эпизоду уделена почти половина первой главы? На мой взгляд, это слабый аргумент. Мне кажется, что Дух Святой этим случаем как раз хотел запечатлеть бесплодность действия без Духа Святого и без Божьего поручения, без Божьего указания, каким бы важным ни казалось дело человеку. Господь, например, не велел им избрать нового апостола. Право выбора апостола принадлежит ему, а не человеку. Он избрал двенадцать, включая Иуду. И из последующих событий в этой книге «Деяние» мы знаем, что он уже избрал заместителя Иуды, Савла Тарсянина. Об этом Павел сам многократно свидетельствует в своих посланиях. Слушайте, что он пишет церкви в Риме. «Через Иисуса Христа мы получили благодать и апостольство». В другом месте Павел говорит, что Бог его избрал для этого от утробы матери. А о Анании Христос сам говорит о Павле так, что он есть мой избранный сосуд. «Павел воли Божьей призванный апостол», пишет он коринфянам. И подобные слова несколько раз повторяются в его посланиях. И вот в пятнадцатом стихе первой главы книги «Деяние» сказано, «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал». И все то, что он сказал относительно Иуды, и пророчество из Священного Писания, которое он цитировал, о нем и о его предательстве, и о том, что кто-то другой должен занять место Иуды, все это было верно. Но Петр переступает границу, когда решает, что на них лежит ответственность за избрание нового из их среды на место Иуды, и при том, что это необходимо было сделать немедленно. И вот, приняв такое решение, они, помолившись, бросили жребий. Чего не достает в их поступке? Во-первых, как мы уже сказали, слово от Господа. Господь не давал им повеление это делать. Инициатива в этом деле принадлежала Богу, а не им. Во-вторых, своей молитвой они ограничивали Бога, предлагая избрать одного из двух кандидатов, ими предложенных. Они выставили двоих, некоего Иуста и Матфея. И дальше написано, что они помолились и сказали. Послушайте, как они молятся. Ты, Господи, сердцеведец всех. Вы заметили слово «всех»? «Покажи из всех двоих одного, которого ты избрал». Но если Бог действительно сердцеведец всех, зачем ограничивать Его двумя ими избранными кандидатами? Они не дали Богу возможность показать, кого Он имел в виду. Дорогие мои, Бог не нуждается в нашей помощи. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», – говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Кто, дорогие мои, из этих 120, собравшиеся в горнице на этом молитвенном собрании, мог даже подумать, что Бог избрал этим двенадцатым апостолу самого ярого врага и преследователя новорожденной церкви – Савла Тарсянина. Это им и в голову не могло прийти. Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И чтобы знать дарованного от Бога, Дух Божий должен это открыть. Нет, Бог в человеческой инициативе не нуждается, какой бы она ни казалась религиозной и духовной. «Покажи из сих двоих одного, которого ты избрал». И представьте себе, что ни одного из сих двоих Господь не избрал. Это было их решение, но не Духа Божьего. Из того, что дальше сказано, ясно, что Господь им не дал указания. И они сочли необходимым еще раз помочь Богу выяснить ясно и конкретно, кого Он, мол, избрал. Как будто Бог этого не мог сделать без них. Когда Он избирал двенадцать, искал ли Он человеческой помощи? Это было решено им в союзе со Своим Отцом Небесным. У Марка сказано, что после того, как Он зашел на гору, вне всякого сомнения, для того, чтобы там помолиться, Он позвал к себе, кого Сам хотел, и пришли к Нему и поставил их. Из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. А здесь они берут инициативу в свои руки и говорят, «Покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал». Дорогие друзья, молитва, не имеющая инициативы, в Духе Святом всегда будет ограничивать Бога. Да, мы способны сказать, Ты, Господи, сердцеведец всех. Но в сущности наша молитва в состоянии охватить только двоих. Кто из сих двоих? Воистину Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Мы не знаем, возлюбленные, о чем молиться, как должно говорить Слово Божие. Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И слушайте, как дальше пишет апостол Павел. Это восьмая глава посланий к Крымлинам, стих двадцать седьмой. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». А они, не дождавшись Духа Святого, дерзнули указывать Богу, что делать. И заметьте, как, не дожидаясь совета от Господа, они решили дальше помочь Господу тем, что бросили от двоих избранных ими кандидатах жребий, чтобы узнать, кого из них назначил Бог на должность апостола. Если мы надеемся на Господа, дорогие мои, если мы Ему поручили свое дело, то нуждается ли Бог в нашей помощи, в том, чтобы мы бросали жребий? Да, что кто-то должен был занять место Иуды, предателя, то в этом они были правы. На это ясно указывало Писание. И, безусловно, люди, которых они выбрали, были Божьими людьми, хорошими людьми, мужьями Божьими и мужьями веры. Но это не значит, что один из них был избранником Божьим для апостольства. Дух Святой не участвовал в этом деле. Возлюбленные, Дух Святой поступает так, как Ему угодно. Секрет духовной жизни и плодоносного служения в предоставлении права выбора инициативы Духу Святому. Вот в этом практический урок нашего текста. Придать наше дело Богу, прислушиваться к Его голосу, быть в полном подчинении Духу Святому, а не пытаться подчинить Духа Святого своей воле. Будем помнить, что Дух разделяет каждому особо, как Ему угодно. Кто-то сказал, что если бы Дух Святой сегодня покинул Церковь, то вряд ли кто-то заметил бы это. 90% ее деятельности и служения продолжалось бы. Но если бы это случилось в апостольское время, то деятельность Церкви сократилась бы на 90%. Верно ли определил тот, кто сказал это или нет, я не знаю. Но знаю, что если бы сегодня Дух Святой оставил Церковь, вряд ли были бы заметны какие-то перемены. Возлюбленные, пробуждение – это значит позволить Духу Святому действовать как в нашей личной жизни, так и в нашей общинах, как Ему угодно. Дух Святой до того затенен и подавлен в жизни многих верующих, что они похожи на того слепого, который видел людей, как движущиеся деревья. Нет ясности, нет резкости, все мутно и туманно. Дорогие мои, мы нуждаемся во втором прикосновении нашего Господа. Это значит предоставить Духу Святому полную свободу действий в нашей жизни, чтобы Он овладел нами полностью. Я боюсь, что многие не понимают значения исполнения Духа Святого. Мы хотим использовать Его вместо того, чтобы Он использовал нас и владел нами. Когда апостолы были исполнены Духом Святым, то они самым настоящим образом стали иными людьми. Они стали мыслить по-другому, говорить по-другому, действовать по-другому, проповедовать по-другому. Все у них изменилось. Дух Святой им не руководил. Он их исполнял, давал смелость и бодрость, о которых они и представления не имели до принятия Его. Не мудрено, что тогдашний мир был евангелизирован этими исполненными Духа Святого людьми в течение одного поколения. Своим свидетельством они изменили и потрясли весь мир. Всему нашему евангельскому братству известно имя Ивана Вениаминовича Каргеля. Он написал книгу, которая озаглавлена в виде вопроса, который сегодня я хочу задать каждому из нас. В каком ты отношении к Духу Святому? Возлюбленные, все зависит от того, как мы ответим на этот вопрос. Пусть каждый из нас сам в тиши перед Господом ответить на этот вопрос искренно и честно. В каком я отношении к Духу Святому? Если мы обнаружим, что мы им пренебрегали, его оскорбляли, его угошали, то давайте, дорогие друзья, покаемся. Покаемся сейчас. Вспомним, откуда мы не спали и предоставим Ему первое место в наших сердцах. Оно принадлежит Ему, Духу Святому. Да поможет нам в этом Господь. А если ты не знаешь еще Господа Иисуса Христа, как своего личного спасителя и Господа, то и ты должен позволить Духу Святому совершить свое великое дело возрождения в твоем сердце. Покайся и веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Покайся и веруй в Господа Иисуса Христа.